Жители микрорайона Брусничное, посёлка Нагорный и микрорайона Центральный Пионерского сельского поселения, выделенных под строительство индивидуального жилья, обсудили с главой региона перспективы развития своих поселений. В посёлке Пионерском жители микрорайона Центральный передали Владимиру Солодову обращение по строительству коммуникаций. Этот микрорайон рассчитан на 11 тысяч жителей. Там выделены 134 участка под индивидуальные дома. Из них 80 переданы многодетным семьям. Мы уже начали строительство некоторых домов, но у нас нет инфраструктуры. Дороги, воды, канализации. Свет нам провели. Свет уже подключили, свет подаётся. Дома строим, но не ко всем участкам вообще подъехать можно, а не просто в лесу расположены. Глава региона объяснил, что обустройство микрорайона тесно связано со строительством краевой больницы. Водоснабжение и водоотведение придут туда по мере строительства больничного городка, который должен начать работать в 2023 году. На следующий год предусмотрен 21 миллион рублей на строительство первой очереди дорог в этом микрорайоне. В целом же, по словам Владимира Солодова, строительство коммуникаций для микрорайонов ИЖС будет идти поэтапно в зависимости от объёмов застройки. Рациональнее всего подводить свет и воду туда, где больше всего участков. Поэтому глава региона уже дал поручение главе Елизовского района Сергею Тюлькину подготовить перспективные планы застройки елизовских поселений. В этом году уже решили вопрос по Елизову. Там два пятна застройки, 416 участков, 200 с лишним миллионов рублей. Мне удалось с федерального центра получить, чтобы там сделать дорогу и холодное водоснабжение. Дальше будем тем же путём идти, но главное это количество участков и соотношение объёма инфраструктуры. С подобным вопросом к Владимиру Солодову обратились и владельцы участков индивидуальной жилищной застройки в микрорайоне Брусничная, посёлка Нагорный. Одна из жительниц пожаловалась, что уже 6 лет вместе с соседями добивается подведения водоснабжения и строительства подъездных дорог. Но до сих пор ни в одну инвестиционную программу их район так и не был включён. Дальше должен быть план, сколько здесь участков, сколько стоимость работ, которые нужны. И после этого, исходя из стоимости работы и количества людей, которые будут охвачены, будет определяться очерёдность выделения соответствующих средств. Это неважно, водоканал тоже государственная организация. Всё равно, в конечном счёте, это государственные деньги, которые будем выделять, исходя из понятных критериев. Сколько людей охвачено, какое состояние инфраструктуры, какая потребность. Сразу всё понятно мы не сделаем. Судя по тому, что я вижу, здесь большой очень объём средств будет нужен. Но это не означает, что не должно быть чёткого понимания у жителей. У вас должно быть понимание, что вот планово, по годам так-то мы идём, в такой последовательности будем двигаться. На сельском сходе жители задавали вопросы про полицию. Граждане не слишком рады прошедшему сокращению. Они считают, что теперь у них меньше возможностей обратиться за помощью. Я вчера встречался с начальником управления внутренних дел, генерал-майором Киселёвым Михаилом Васильевичем. Я все запросы от жителей ему буду передавать. Он сейчас будет их отрабатывать и информацию давать, как организованно, или принимать меры по более качественной работе. Он не может увеличить штатную численность, потому что у него сверху спускается личный состав. Но в рамках того состава, который есть, он будет отслеживать и сказал, что он будет принимать меры, потому что по тем точкам, где обращения граждан идут, он более активно реагирует. Владимир Солодов ещё раз подтвердил, что все обращения и пожелания жителей Пионерского и Нагорного, прозвучавшие на сельском сходе, учтут при составлении народной программы развития Камчатки.